3 декабря на сцене Дворца Молодежи собрались яркие представители Творческого Нефтекамска. В этот день здесь звучали знакомые мелодии, а хореографические постановки привлекали внимание зрителей. Международный День Инвалидов в зале собрались горожане с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня во Дворце Молодежи празднуется Международный День Инвалида. В концертной программе были задействованы творческие коллективы Дворца Молодежи, а также мы пригласили Общество Слепых Город Нефтекамск, психоневрологический интернат «Раздуль», психоневрологический интернат «Город Нефтекамск», а также реабилитационный центр «Город Нефтекамск». Участники абсолютно разные, все старательные, все творчески активные. Праздник подготовили не только во Дворце Молодежи. Не осталось в этот день в стороне и школы-интернат. В гости к ребятам приехали сказочные персонажи, которые проводили веселые конкурсы и раздавали сладкие призы. Все это благодаря волонтерам объединения подростковых клубов «Октава» и меценатам, которые решили подарить детям праздник. Развлекательную программу «Если друг не смеется, подари ему солнце», мы решили провести именно в Международный день инвалидов в коррекционной школе, школе-интернате номер 2, по звонку. Нам обратился молодой человек и предложил помочь ему оказать содействие, сделать очень доброе, полезное дело именно для детей. И как бы задал вопрос, для кого, где и когда. Ну и, конечно же, мы решили его идею, добрую такую идею поддержать. Раньше мы занимались благотворительностью, то есть деньги в ящики кидали. Хотелось бы что-то своими руками сделать, посмотреть вообще, как это все доходит, и посмотреть на лица детей. Я думаю, это очень приятно, вообще делать хорошие дела. Настоящее торжество устроили детям с ограниченными возможностями и студенты нефтекамского филиала БГУ. Они пригласили ребят в одно из заведений города, поиграли с детьми в игры и угостили сладостями. Здесь основная масса, конечно, это студенты нефтекамского филиала БАЖГУС-университета, но также это мероприятие было организовано при содействии молодежного совета, при совете города Нефтекамск, а также другие молодые, энергичные, инициативные люди, которые неравнодушны к данной проблеме, которые готовы поделиться своим теплом, своей любовью и порадовать себя и детишек. Международный день инвалидов прошел насыщенно и был богат навстречен. Дети и их родители, которые посетили ряд мероприятий, остались довольны как праздниками, которые устроили активисты, так и окаженным вниманием. Были вчера в Уфе, нас звала библиотека для слепых, они тоже устраивали вчера, награждали нас. У меня дочь участвует в конкурсах, тихо пишет. Сегодня нас пригласили волонтеры, очень спасибо ей, очень нравится, что их не забывают, что их зовут. Она в восторге, спасибо большое. Ксения Зайцева, Артур Мирзакитов, информационная программа «Ежедневник».